Прошел уже целый месяц 2022 года, а производители все так же продолжают отдыхать и не радуют нас никакими новинками. Но я вас уверяю, что совсем скоро этот период закончится и они порадуют нас своими новыми устройствами. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами как всегда Сигарет Нет. И сейчас я расскажу вам про девайсы, которые можно смело приобретать в 2022 году. В первую очередь я хочу сказать, что если вы никогда в жизни не пробовали парить и являетесь таким сильным новичком, то начните с одноразок. Они относительно бюджетные, но при этом позволят познакомиться с вейпингом, понять какая крепость вам нужна, ну и конечно же, нужен он вам вообще или нет. Итак, поехали. На пятое место я конечно же поставил X-ROS Mini и X-ROS 2 от компании Vapareza. Большой аккумулятор на 1000 мАч, отличные вкусные картриджи, объемом по 2 мл, круто передают никотин, обладают хорошей затяжкой. Правда в мини-версии вы будете довольствоваться только тем обдумом, который настроили за вас на заводе. А вот в версии X-ROS 2 вы можете самостоятельно его отрегулировать. Захотели более свободную кальянную затяжку, поставили большое отверстие. Захотели более тугую сигаретную, поставили маленькое отверстие. Второе отличие это конечно же наличие кнопки. В X-ROS 2 вы можете смело выключить и включить устройство, также преднагреть ваши спирали перед парением. В общем, это два довольно компактных девайса, которые отлично подойдут абсолютно любому пользователю. На четвертое место поднимается представитель компании Wupu, а именно Vitru Pro. В первую очередь он мне нравится благодаря своему внешнему виду. Действительно красивое устройство с классными расцветками, которое приятно лежит в руке. Вторым моментом естественно идет его экран, на котором отображается вся необходимая информация. Ну и самое крутое это то, что вы можете самостоятельно настроить мощность от 5 до 25 ватт. Из минусов могу отметить время зарядки. От 0 до 100% он будет заряжаться примерно 1 час. Ну и конечно же отсутствие регулировки обдува. Могли хотя бы сделать поворотом картриджа. Середину моего импровизированного топа занимает один из самых вкусных девайсов, по мнению автора, а именно Zero 2 от компании Vaporesa. Всегда когда у меня спрашивают, на что же мне обновиться, я сразу же рекомендую Zero 2. Девайс является прямым продолжением Ренова Zero, правда он слегка набрал вес и приобрел небольшой животик, за которым прячется аккумулятор на 800 мАч. В плане функционала все очень просто, никаких кнопок нет, а напряжение на картридж подается при помощи затяжки. Заряд аккумулятора показывается благодаря светодиодам, которые располагаются на лицевой стороне девайса. Ну и пара слов про картридж. Его объем аж 3 мл, что на 1 мл больше, чем в прошлой версии. И кстати к Zero 2 подходят картриджи от Ренова Zero. Также он обладает крутым вкусом, о котором я говорил ранее, и просто потрясающей передачей никотина. В общем идеальный девайс для тех, кто ищет себе компактное устройство для хорошего вкуса. Серебро получает довольно неожиданная линейка, а именно Vupu Argus. С одной стороны простые, но при этом качественные и безумно симпатичные девайсы. Даже их подсистема обладает своеобразным шармом. Чего только стоит их Argus под шикарной кожаной вставкой. Сами же Argus мощные и вкусные девайсы с необычным дизайном, который разительно отличается от всей массы устройств. Вместительные баки с действительно классными испарителями и регулировкой обдува. Также нельзя забыть про хороший функционал, благодаря которому вы можете настроить себе девайс под ваш стиль парения. Также ни в коем случае нельзя забывать про хороший функционал, благодаря которому вы можете с легкостью настроить устройство под все свои нужды. Линейка Argus довольно обширная, так что вы с легкостью найдете девайс для себя. Ну и на первое место я поставил один из своих самых любимых девайсов от компании Smaun под названием Charon Baby Plus. Сразу же в комментариях может начаться война о том, что этот девайс протекает и всякое такое. Но нет, если делать все правильно и вовремя, ничего такого не будет. Как только почувствовали вкус гари, сразу же меняем испаритель. После заправки аккуратно протираем отверстие и все будет ок. Итак, вернемся к самому Charon. Самое главное улучшение это, конечно же, сменные крышки на его боковых панелях. Наконец-то можно видоизменять внешний вид устройства и я надеюсь, что эту идею подхватят остальные производители. Вторым плюсом, конечно же, является его аккумулятор, который вырос до 1000 мАч и теперь его точно будет хватать на день парения. Правда, если вы не будете пыхтеть, как паровоз. Еще один огромный плюс это большой картридж объемом в 3,5 мл, который в свою очередь обладает полноценной регулировкой обдува. Ну и не обходим стороной его испарителей, которые классно передают как вкус, так и никотин. И вы можете смело парить нулевку, солевой или обычный никотин. Вот такой топ у меня получился. Если вы с ним не согласны, то вперед в комментарии, там и обсудим. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.